Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Владимир. И сегодня мы попытаемся разобраться в вопросе ценообразования на новой Kia Sportage 4-го поколения, который производится с 2016 года и по настоящий момент времени. Дело в том, что мы хотим рассказать, скажем так, небольшую историю. Свой автомобиль Kia Sportage мы покупали в ноябре 2017 года, сама модель того же года. Покупался он по аукционной цене за 24 тысячи долларов. И, в принципе, что самое интересное, почему непосредственно хотелось снять данный видеоролик, потому что сегодня, буквально в феврале 2018 года, я зашел на официальный сайт Kia в Республике Беларусь, город Минск. У нас это единственный представитель и дилер, который представляет непосредственно именно автомобили данной марки. И я ужаснулся ценам. Цены выросли примерно на 15-16% в эквиваленте. Честно говоря, непонятно, то есть в какой стати, из-за чего произошел данный рост цен. И вот поэтому мы хотим с вами побеседовать и поговорить о всех видах комплектаций, которые непосредственно у нас продаются в Беларуси. Из-за чего мог произойти такой стремительный рост буквально за каких-то 2,5-3 месяца, скажем так, от ноября до февраля. Что могло произойти такое с ценой на новые машины Kia Sportage, что они настолько выросли у официального дилера. Об этом мы сегодня с вами и поговорим. Итак, хочется отметить, что автомобиль Kia Sportage в Беларуси продается, в принципе, практически так же, как и в России с конца 2016 года. Ну, если быть точнее, где-то с ноября, с декабря 2016 года. Мною, как владельцам автомобиля Kia Sportage в четвертом поколении, с полным приводом и непосредственно с трансмиссией автомат, в комплектации Active, то есть оптимальная или средняя, скажем так, на тот момент, в принципе, и на этот, да, приобретался в ноябре 2017 года. Приобретался он по аукционной, как я сказал ранее, цене. Цене за 24 050 долларов США в эквиваленте. Значит, к данному автомобилю еще дополнительно, как бы, как в бонус, непосредственно шла стальная защита двигателя и трансмиссии. Плюс была на то время большая скидка на круиз-контроль, порядка 40%, что, в принципе, мы и установили тогда по этой аукционной цене. Вот. Автомобиль получился у нас, в принципе, на ноябре 2017 года. По цене он был самый выгодный среди, в принципе, кроссоверов данного сегмента, данного класса. Вот. Поэтому, как бы, ну, мы взяли, были достаточно довольны. Вот уже порядка 3,5-3 600 километров пробега мы, скажем так, наездили на данном автомобиле. Что хочется непосредственно отметить сегодня по цене. Самое интересное, что сегодня, 6 февраля 2018 года, я решил зайти на официальный сайт компании Kia и посмотреть цены непосредственно, ну, то есть, как бы, как правило, любой дилер, это уже правило, да, на любого дилера, в конце года и в начале года проводить какие-то определенные акции, скидки на модельный год автомобиля, допустим, вот, прошлого года. Если он продается в 2018 году, на 2017 год и, допустим, если он продается в конце года, как мы вот убрали свой, на, опять же, на 2017 год делать какие-то, примерно, скидки, под которые, в принципе, мы и попали. Что самое интересное, что скидка составляла порядка где-то 1000 долларов. Тогда полная цена Kia Sport из 4-го поколения у нас в Беларуси стоила около 25 тысяч долларов США. Мы купили за 1000 дешевле, за 24. Вот. Сегодня, когда я зашел на официальный сайт Kia, честно говоря, я немножко не понял. Мне показалось, что или какая-то проблема, может, у них с сайтом, или у меня проблема с глазами, там, с головой, может, проблема, да. Я несколько раз зашел, я зашел с планшета, я зашел с другого компьютера на сайт, и я не мог понять, то есть, что произошло с ценой. Дело в том, что цена сегодня на такую же комплектацию Active, оптимальную, да, Кстати, потом я справочно скажу, в каких комплектациях автомобиль у нас в Беларуси продается, какие варианты двигателей, и, в принципе, все так по мелочи я вам в дальнейшем расскажу. Так вот, я захожу на сайт, цена стоит 27200, и это еще акционная цена, то есть, он стоил явно дороже, причем полная цена как бы уже не написана. Вот, и вопрос как бы, в чем? 3200 долларов США менее чем за три месяца подорожала машина. То есть, вопрос, причины, причины такого подорожания, это, если брать процентом соотношение, это порядка 14-15 процентов, за менее чем три месяца выросла цена на новый Киа Спорт из четвертого поколения. Причем, модельный год, который указан на сайте, не 2018, а 2017, то есть, это модели еще 2017 года распродаются, ну, там их буквально, наверное, штук 7, то есть, я боюсь подумать и представить, что будет ценой на модели 2018 года. То есть, если эта цена указана, скажем так, еще аукционная, причем, я так думаю, может где-то тысячу сбросили, на модели 2017 года, то я боюсь, что, наверное, модели года 2018, они будут стоить порядка, наверное, тысячи, ну, 28, так точно получается, я так понимаю. То есть, как бы, кто устанавливает цены и зачем так накручивать, непонятно. Ведь у нас в стране резких колебаний курсов не произошло, девальвации не было, непосредственно курс доллара, ну, у нас все модели Киа Спорт из, они словацкой сборки, то есть, покупаются дилерам за непосредственно евро, да, опять же, ну, евро немного укрепился, так сказать, процентов, если брать соотношение процентов, то где-то 2-3 примерно процента произошло укрепление евро. Евро, опять же, ну, не на 15 процентов. Вот, теперь, что хочется справочно ответить, комплектации и двигателей, с которыми непосредственно идет автомобиль к нам в Беларусь. Весь, опять же, все Киа Спорт из собираются для Беларуси именно в Словакии. Не Калининград, не Россия, именно в Словакии. Вот, значит, автомобиль поставляется к нам в четырех, в принципе, на связи, если не ошибаюсь, видах комплектаций. Это базовая, под названием Start, идет она только, если не ошибаюсь, с двигателем 1.6 литра атмосферным бензин и передним приводом. Далее идет непосредственно комплектация Active, да, это вот оптимальная комплектация, средняя, так сказать, которая вот непосредственно мы ее и брали. Они идут, опять же, с двигателем 1.6 атмосферным и 2.0, как передним приводом, так и полным, и автоматом, либо механикой. И максимальная комплектация идет она, опять же, только непосредственно с объемом двигателя 2.0. У нее идет полный привод, полный привод, непосредственно, так же можно и без полного привода, но только с двумя литрами. Вот, называется она Exclusive. И четвертая версия или комплектация, это идет непосредственно версия GT-Line. GT-Line идет версия именно с новым двигателем. Двигатель называется TGDE. Это турбированный непосредственно бензиновый двигатель. Довольно мощный, это новые технологии, новое поколение корейцев. Вот, разработаны, как мы слышали, эти технологии были совместно с немцами там и японцами там, смесь какая-то гремучая. Вот, поэтому, в принципе, 4 вида комплектации. И, опять же, по-третьих, 3 двигателя. Это 2.1.6, 1 турбированный, 1 атмосферный и 1 с двумя литрами. Вот все двигатели. И, сейчас, возвращаясь опять к ценообразованию, значит, если брать базовую версию под названием Start, то в ноябре 2017 года, опять же, версии там, она была, возможно, где-то на акции, сейчас все дилеры непонятно какие-то акции проводят, хотя, как бы, это просто маркетинговый, в принципе, ход, то базовая версия Start стоила 17100 долларов США в эквиваленте. Это было в ноябре, в начале ноября 2017 года. Сегодня она стоит 19150, и, опять же, это акция. Вот. Плюс комплектация Active, которую брали мы для себя, являются владельцами Kia Sportage данной комплектации, то версия данной, опять же, напомню, стоила, значит, порядка 24 тысяч. Это уже с полным приводом непосредственно, это уже с автоматом и с объемом двигателя 2.0. Сейчас она 27200, и это без подарков, без, без подарков в виде защиты двигателя и трансмиссии, без скидок на, там, дополнительные опции, то есть это просто, вот, тупо средняя опция, остальное, средняя комплектация, остальные опции докупает сам за отдельные деньги. Вот такая вот, получается, ситуация. Вот. Следующий момент, который хотелось бы отметить, что, скажем так, опять же, резких ростов и колебаний курсов замечено не было. Возможно, опять же, что произошло повышение цен заводам-изготовителям. То есть, компания Kia была, опять же, скажем так, решена поднять непосредственно реализационные цены на автомобиль. Но, в принципе, опять же, может быть так. Ну, навряд ли дилер бы смог в одностороннем порядке, тем более дилер Атлантен, который довольно, скажем так, известный не только в Беларуси, но и в России. Скажем так, один из первых дилеров, который в Беларуси начал реализовывать новые автомобили, это были автомобили Volkswagen, это было еще в начале 90-х годов. Вот. Навряд ли, я думаю, что все это произошло из-за самого дилера. Но рост цен, который произошел за эти три месяца, это почти 15%. Это, ну, это очень и очень серьезный рост. И, как бы, с чем это все-таки конкретно связано, нам непонятно. Вот. Поэтому, что хотелось бы еще сказать. То, что мы еще проанализировали сайт компании Kia, мы посмотрели, сколько сейчас стоят дополнительные опции. Да, цены там, цены особо не приводятся, да. Некоторые приводятся, там сказать, которые на аукционные цены такие, да, которые скидочные, распродажные какие-то цены. Их можно найти. Остальные, в принципе, надо звонить в колл-центр и непосредственно уже узнавать у самого дилера напрямую. Вот. То, в принципе, опять же, цены на доп. опции сильно при этом не изменились. То есть, да, круиз-контроль, который был на акции, он уже перестал быть на акции. Там его цена, по-моему, 90 долларов США в эквиваленте. То есть, если так вот брать те моменты, которые непосредственно мы устанавливаем на автомобили, которые я могу вспомнить и оследить динамику, скажем так, цены. Вот. То есть, в принципе, дополнительные опции в цене не поменялись. Стоимость работ поднялась, ну, там 1-2% буквально, как я вот узнал непосредственно эту информацию, что буквально 1-2% изменилась стоимость работ. Все. Больше ничего, в принципе, не поменялось. Почему тогда поднялась настолько стоимость новых автомобилей? Причем это не новые автомобили, это складские автомобили 2017 года. Автомобили 2018 года, цена пока еще не приведена. То есть, на данный момент времени, я так понимаю, что машины, покупатели, которые непосредственно хотят прибыть с 2018 года океан-спорнич, они делают предзаказ. Предзаказ, то есть, цена, опять же, толком не публикована. То есть, на сайте указана только цена от, от, допустим, 19 тысяч, там, да, сейчас стоимость, там, грубо говоря. Это приводится, справочная цена базовой комплектации, именно старт, то есть, где идет объем двигателя 1,6 литра, где непосредственно идет передний привод. И, ну, в принципе, машина сама по себе, она довольно пустая, то есть, там ничего такого поступает. И механическая тролкопередача, вот, еще не отметил. Поэтому, что, в принципе, касается этого момента, то, конечно, откровенно говоря, непонятно. Вопрос формирования цены компании Atlant M и вообще Kia в целом, мне неизвестно. Я также решил заглянуть на сайт Hyundai, который, непосредственно, дилер официальной Беларуси, посмотрел цены. У них довольно похожая ситуация, да, действительно, у них такие же нюансы, то есть, у них Hyundai Tucson, сапасформник Kia Sportage, он тоже, непосредственно, я так понял, по предзаказу, то есть, как таковой цены там нету. Есть цены, опять же, на 17-й год, цены на 18-й год, в том числе, еще не приведены. Но роста цен такого, как у Kia, у Tucson я не заметил. То есть, да, там произошло повышение порядка 1-2%, не более. То есть, вот, данный вопрос хотелось бы просто осветить непосредственно своим подписчикам, своим непосредственно знакомым, друзьям и вообще просто пользователям сети интернет и канала YouTube, что почему, то есть, вопрос остается открытый, и почему произошло такое довольно сильное, бурное подорожание Kia Sportage. Причем, я скажу, я просто почему упортил на Kia Sportage, потому что непосредственно сам мониторю цены именно на этот автомобиль, так как и являюсь сам владельцем данного транспортного средства. При этом, я еще могу сказать то же самое и про Kia Rio, про Kia Rio X-Line, которые к нам также поставляются, но это уже из России, и про Kia Ceed, опять же, в славатской сборке. Произошло повышение цен на все модели, то есть, какой-то меньше автомобиль подорожал, какой-то больше. Допустим, Kia Sportage, говорю, в районе 15%, Kia Rio X-Line в районе 10-11%. Опять же, ну да, было укрепление российского рубля, возможно, сыграло это ключевую роль. Kia Ceed, опять же, делается в Словакии. Kia Ceed, он идет из Евросоюза, покупается за евро. То есть, евро, опять же, немножко укрепился, возможно, это сыграло какую-то роль. Но просто сумма 15% среднего подорожания, если так взять уже, все модели взять, поставить, то где-то 14-15% оно и получается даже на все модели подорожания. То есть, вот причина этого именно момента, откровенно говоря, мне непонятна. Я уже узнавал и у знакомых, и дилеру задался вопрос, позвонил ради интереса сегодня на, именно, на колл-центр, на горячую линию, так сказать, ихнюю, проконсультироваться по данному вопросу, с чем связано данное повышение. Дилер затруднился ответить, они как бы сослались на то, что данный вопрос решает автопроизводитель компании Kia. До нас только, Kia, до нас только доводят непосредственно рекомендованные цены продажи автомобилей. То есть, вот такая вот ситуация, хотелось бы, конечно, с вами и поделиться. Поэтому, почему такое подорожание? Ну, вопрос, говорю, опять же, открыт. В заключении нашего, скажем так, небольшого видео, которое снято именно на тему ценообразования, именно модели Kia Sportage, и в целом других моделей компании Kia в Беларуси, хотим отметить, что быстрее всего, одной из основных причин непосредственно повышения цен дилерам в новом году, в 2018-м, стало, наверное, то, что за 2017 год было продано рекордное количество продаж автомобилей Kia у нас в Беларуси. Компания, непосредственно, и сам дилер Kia Atlant M в Беларуси вошел в топ-3 самых продаваемых автомобилей 2017 года по предварительной статистике, которая вышла в январе месяце 2018 года. Поэтому, возможно, также одной из причин повышения цен на новые автомобили Kia стал непосредственно высокий спрос на данные модели. И, наверное, быстрее всего также сыграл фактор быстрее всего повышения курсовых разниц, именно того, что автомобили Kia Sportage и Kia Ceed покупаются в Евросоюзе в Словакии, непосредственно из Словакии, из сборочного конвейера, оттуда их поставляют к нам в Минск, в Беларусь. Быстрее всего сыграло еще и повышение, непосредственно, рост курса евро. То есть, две основные причины, которые, в принципе, на сегодняшний момент нами установлены, это повышение непосредственно курса евро и повышенный спрос на модели компании Kia. Если у вас есть какие-то непосредственно мысли по этому поводу, возможно, какие-то непосредственно сайты или источники, где вы, может быть, видели, нашли, в чем же причина такого бурного, непосредственно, роста цен на модели производителя Kia. Пишите, пишите их нам под видео, мы обязательно опубликуем эти комментарии, мы непосредственно осветим и откроем, скажем так, глаза, и проинформируем общественность. Вот. А с вами был Владимир. Более подробно обзоры автомобилей, тест-драйва вы можете почитать на нашем сайте bazlai.ru. Ссылка на сайт будет под видео, под описанием. Если у вас есть вопросы, предложения или пожелания, пожалуйста, присылайте их нам на наш YouTube-канал или оставляйте, опять же, на нашем сайте. Мы обязательно их рассмотрим и ответим. Большое спасибо вам, ребята, за внимание. Всего вам доброго и удачи! Продолжение следует...